Не исключено, что смена правительства в ближайшее время может ожидать Израиль. Перспектива досрочных выборов в стране становится всё чётче. В парламенте накаляются страсти вокруг законопроекта, который может запретить армейскую службу для ортодоксов. Подробнее Сергей Ауслендер. Все новости в стране сейчас начинаются с заголовка. Коалиционный кризис. Правительство трещит по швам. Всему причина так называемый закон о призыве, который должен запретить призывать в армию ультраортодоксов. В стране сложилась парадоксальная ситуация. Светские граждане служат в армии, работают, платят налоги. Члены религиозной общины в большинстве своём от этих обязанностей освобождены. Они вроде как носители традиций. Но это противоречит закону о всеобщей воинской обязанности. Поэтому представители религиозных партий пытаются продвинуть новую инициативу, чтобы на её основе законным образом избегать службы в армии. Это тот редкий случай, когда представители оппозиции правящего большинства оказались единодушны, категорически против этого закона. Документ фактически является дискриминационным и ставит одну часть жителей страны выше другой. Закон об уклонении от службы в армии оскорбляет государство и всех военнослужащих. Он оскорбляет Тору. Нигде в священном писании не сказано, что можно отправлять других вместо себя на поле боя. Но религиозные партии собираются идти до конца. Их представители заявили, если закон отклонят, не будут голосовать за бюджет. А это осложнит работу правительства. Тогда министр финансов Кохлон уже пригрозил, что выйдет из коалиции и кабинет развалится. То же самое говорят и представители других партий. Мы не собираемся разваливать правительство. Будем сражаться изнутри до последнего, чтобы остановить продвижение неприемлемых инициатив. Но если закон пройдет в третьем чтении и будет принят в такой формулировке, как сейчас, мы проголосуем против и выйдем из правительства. А это означает досрочные выборы, своеобразная традиция израильской политической системы. За последние 25 лет ни одно правительство не досидело до конца своего срока. Судьба нынешнего решится в ближайшие дни. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.